Действительно, нашли для себя, зачем вас понаблюдать. Третий поединок вечера. Третий поединок непосредственно в этом выпуске. Ну и, собственно, третий поединок основного карта. Ждем и бойцов, ждем ведущего, который должен объявить парней. Ну, видите, что уже довольно поздно Джалабаде, потихоньку вечереет. Я могу даже сказать, что темнеет. И чем дальше, тем все будет переходить уже в ночные поединки. Другой антураж совсем. Будем надеяться, что болельщикам было удобно. Ему 21 лет. Чемпион Грегорской Республики по грэфлингу. Чемпион Грегорской Республики по панкратиону. Чемпион Грегорской Республики по боям без правил Валитудов. Команда Файтер Ки-Джи. Тренер Чекиров Кенджибек. Сокол, Новопокровка, Бишкек. Свеча Нармана! Нармана! И его соперник. Весовой категории 61 килограмм. Рост 172 сантиметра. Чемпион Грегорской Республики по валитуду. Чемпион WF Pro Fight 27. Бойцовский клуб Токтубу. Свеча Нармана! Плашевый аплодисменты урожень Жалбатской области, ТОК-ТОГОУ. За Ирбека МИРДЕ! Бойцы, середина. Бойцы, рука поджать. Бойцы, слушаем мою команду. Шоу, заседуя, не хватает. Удары заключаются за тело. Область ползаначника. Удачи, бойцы, с удовольствием. Ну и поединок в весе до 61 килограмма. Два очень опытных бойца, чемпионы Кыргызской Республики по грепплингу, по смешанным единоборствам Валитуда. И действительно, два очень достойных соперника. Норматов Нурмухамед в черных трусах. За Ирбеков Мирбек в цветахаки. Или как еще можно назвать. И сейчас За Ирбеков своего оппонента прижал к краю октагона. Потихонечку начинает Мирбек своего оппонента разбирать. Норматов перешел в откровенную защиту. Ровно минута прошла в первом раунде. И сейчас Мирбек пытается из этой ситуации выжать максимум. Ну а вот Нурмухамед очень неплохо ногами связал оппонента. Взял так называемый треугольник ногами за шею. И довольно неприятно. И несмотря на то, что снизу находится Норматов, все-таки именно За Ирбекову в этой ситуации тяжелее всего. Итоги выкручивается и начинает скалашматить оппонента. Несколько ударов подряд в лицо получил Норматов. Ну и вновь в защитном гарде Нурмухамед. Как грэпплер, мне кажется, он все-таки немножко посильнее, но куда более серьезной ударной мощью обладает именно Мирбек. За Ирбеков, собственно, свои лучшие качества в этом поединке ему показать пока не получается. Хотя в этом эпизоде вышел на позицию, из которой можно... Вязкая толкотня у нас в партере. Понятно, что Норматов защищается и пытается сейчас оппонента вязать как можно серьезнее. Вот неплохо в очередной раз два или три раза за Ирбеков своего оппонента ударил. Испытался выкрутиться из этой ситуации, перевести бой в стойку. Но Нормухамед опять взял захват ноги. Да, не дает оппоненту встать в грэпплинге, в партере работать Нормухамеду куда приятнее. Собственно, если смотреть на поединок с этой точки зрения, то пока все по плану бойца в черной форме. Нормухамед опять обхватил голову ногами и начинает душить. До конца первого раунда 40 секунд. Похоже, ногу-то очень неплохо поймал. Мирбек все-таки держит за руку оппонента. Ну и довольно тяжелая ситуация для обоих. Все-таки выкручивается Нормухамед. Оппонент ему это делать позволяет. Ему так же выгодно раскрыть позицию. Закончился первый раунд. Ну и, собственно, время. Да, неплохо так потолкались в октагоне. Видим, очень серьезно устал Норматов во всей этой толкучке. 21 год парню. И действительно имеет неплохие достижения в своей карьере. Я думаю, есть у него определенные планы на то, чтобы выйти вообще на новый уровень международный. Собственно, World at the International Federation как промоушен, который делает и организует международные турниры. Делает это качественно. Имеет связи, собственно, с многими организациями, не только с постсоветского пространства. Это хорошая платформа для взлета бойцов. И, собственно, Нормухамед, как и Заербеков и Нербек этой самой платформой пытаются воспользоваться. Второй раунд. Второй раунд. Второй раунд. Вот вроде бы Мербек всего на пару сантиметров выше, чем Нормухамед, но так чисто визуально кажется куда рослее. Наверное, не ошибусь, если скажу, что у Норматова такой стиль ведения боя бразильский что ли. Вот эти... Буквально как змея обвивает своего оппонента и пытается душить, вязать, делать все для того, чтобы сопернику было неудобно противостоять, чтобы соперник терял много сил. Но это изматывает, собственно, и самого бойца. Хотя опять во втором раунде он свой план в жизнь воплощает, перевел все в партер. А вот здесь отлично. Хороший выпад. Но Мербеков тоже очень опытен. Прижался к оппоненту и не позволил ему. А что в этой ситуации? Опять повязал ногами, сейчас внимательно слушается секундантов. Мербеков даже не старается предпринять попытки поднять и как-то... Ну да, зачем терять силы, собственно, в такой ситуации. Хотя мог бы поработать в корпус руками. Я думаю, это бы возымело определенное действие. Но сам Азербеков старается сейчас взять оппонента в болевой захват. Выкрутился. А вот здесь неплохая позиция. Насел на оппонента и пошли, пошли удары. Но силы, как мы видим, теряют оба. И сейчас Норматов с помощью РФК меняет ситуацию. И абсолютно полярная ситуация у нас теперь. И что? Додушил все-таки. Но не Норматов, как мы ожидали. А сам Мербек вышел в винятичную ситуацию и сумел. И показал оппоненту, как это делается. Собственно, Норматову пришлось сдаться. Об этом бою во втором раунде за 2 минуты 22 секунды по любым приемам на руку победу одержал Зайрбека МРФЕЗЗЗЗЗГ! Субтитры сделал DimaTorzok